Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией Паттен Уилсон и британский иллюстратор журналов и книг. Сын священнослужителя родился 23 марта 1869 года в Шропшире. Его братом был архитектор и дизайнер Генри Уилсон, который занимался обширным бизнесом в качестве скульптора и мастера по металлу, а также преподавал металлообработку в Королевском колледже искусств и Центральной школе искусств и ремесел Лондон. В возрасте 19 лет Уилсон бросил кидерминцерскую школу искусств и вернулся домой, чтобы продолжить курс самообразования, изучая творчество Альбрехта Дюрера. Изучал животных, растения, его ранние проекты были энергичными и полными изобретательностями, так написано в переводном Википедии. Уменив несколько должностей, в том числе секретаря, директора и распорядителя Ливерпульской гимназии, он продолжил свое художественное начинание. Его самые ранее опубликованные рисунки появились в журнале «Рекреажа». В 1894 году Уилсон был представлен издателю Джону Леймон, который дал ему заказ разработать дизайн и проиллюстрировать пьесы о чудесах Кэтрин Тайнан Хингсон, серии черно-белых линейных рисунков. В последствии его пригласили в качестве автора недавно выпущенной «Желтой книги», в которой в конечном итоге были опубликованы 13 его рисунков. Его первый вклад, озаглавленный Рустем, делающий первый выстрел, появился в январе 1895 года, том 4, и был вдохновлен переводом в прозе оригинальной эпической поэмы Рустема и Сахара Мэтью Арнольд. В период с 1895 по 1897 Уилсон также представил иллюстрации к названиям ряда томов, опубликованных «Зе Бодли Хея». Публиковал иллюстрации в стиле Артура для журнала «Билдер» в 1896 году и несколько иллюстраций для других журналов. В том же году ему было поручено подготовить иллюстрации к сборнику стихов Самуэля Тейлора Каля Риджа. В 1901 году Дент попросил его создать 20 иллюстраций к евангельской истории Иисуса Христа вместе с тремя другими книгами для этого издательства, включая еще 100 иллюстраций детской истории Англии Чарльза Диккенса. После 1905 года он отказался от линейных рисунков в пользу цветных и занялся естественной историей и мифологией. В апреле 1900 года женился на Элис Харли. Умер 22 января 1934 года в Челси, Лондоне в возрасте 64 лет. Вот так немного из переводной википедии о британском иллюстраторе журналов и книг Паттен Уиллс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Продолжение следует...